Вспоминая всё, что произошло за сегодняшний непростой день, я быстро задремал и последней моей мыслью была надежда на то, что я не помешаю пианерке своим храпом. Всем привет! Вы на канале Дивплей и сегодня мы будем продолжать проходить историю одного неудачника Рут Славина. Не забываем пошлёпать мой лайк, написать комментарий, минимум из пяти хороших слов. Для поддержки этого видео, вторая концовка Славина, погнали! Славина это время исчезла и что именно она творила с рыбой для меня осталось загадкой. Но когда девушка вернулась, обработанная должным образом рыба уже была нанизана на деревянные прутья, заменившие нам сетку или шампуры. Держи! Она села рядом и протянула мне один прутик с двумя более крупными рыбинами. Из себя она выбрала тех, что поменьше, но я спорить не стал. В конце концов, невелика была разница в нашей скромной вечерней трапезе. Но сперва рыбу надо было пожарить. К чему мы и приступили. Протянув импровизированные шампуры над костром, где уже огонь погас. Но угли давали достаточное количество жара. Кажется, несмотря ни на что, этот день не так уж и плох. Улыбнулся я, посмотрев на пионерку. В глазах которой сверкали счастливые искорки. Кажется, сейчас она хотя бы на время забыла обо всём, что тревожило её утром. И тем более о том, что тяготила нас с момента исчезновения лодки. Замечательный день, и всё благодаря тебе. Её ответ немало меня удивил. Я уже в конец убедил себя, что испортил ей день, каникулы в лагере и жизнь в целом. Ты очень заботливый, Сёма. И пускай тебе часто не везёт, Ты добр, и за это удача улыбается тебе в самый ответственный момент. И ты делаешь именно то, что нужно. Выслушав её слова, я невольно засмотрелся на девушку. Может быть, она была права, и на самом деле я никакой не неудачник? Может, удача просто ждёт нужного момента, чтобы повернуться ко мне лицом? И может, в самые важные моменты фортуны и правда всегда на моей стороне. Пожалуй, сейчас был идеальный момент это проверить. Слава славе придали мне смелости. И я только было хотел поддаться вперёд, чтобы нежно поцеловать её прямо в губы, как вдруг... Ой, Сёма, у тебя рыба на угле с... На угле легла. Сожжёшь ведь. Я слишком увлёкся и, видимо, опустил шампур слишком низко, отчего рыба, которую я жарил, зашипела. Я поспешно поднял её вверх и перевернул. Потери были некритичными, на момент, сука, был упущен. Девушка вопросительно посмотрела на меня, словно подозревала о чём-то. Ты хотел что-то спросить или... Не, ничего. Я думаю, готова. Отводок! Да, я тоже. Приятного аппетита. И тебе. Отозвался я, и мы принялись за трапезу. Рыба оказалась очень даже ничего, учитывая, что я её не слишком любил. И в иной ситуации предпочёл бы какое-нибудь мясо. Но рыба это тоже мясо, в принципе. Технически, конечно. Но сейчас, когда у меня не было ничего, кроме этой рыбы и слави... Ну, это, конечно, всегда можешь сожрать селёдку славе. Ставь лайк, если, к сожалению, знаешь, что такое селёдка. Да. Сидящий рядом, наш ужин показался мне самым вкусным на свете. Когда мы закончили, угольки уже начали прогорать, и жар от них был не таким сильным. Я, зевнул и не успев закрыть рот, ладонью заразил своим зевком и пионерку. Но благо хотя бы не трипером. Мы встали с пенки и помогли друг другу помыть руки по очереди, полив свеженабранной воды из котелка. Ну, кажется, пора спать. Правда, спальник у меня один. Не беда. Я думаю, в одежде не замёрзном. А если застегнёмся и надышим немного, то внутри будет довольно тепло. Он большой, вдвоём поместимся. Если ты, конечно, не имеешь ничего против. Я готов был взлететь от счастья, но восторженно орать во всё горло было бы очень странно. Особенно перед пионеркой, которая ждала моего ответа. Спасибо, конечно, я за, если тебе будет так удобно. Затащив пенку внутрь, расстелив на ней спальник, мы расстегнули его, и Славя сняла юбку. Я запоздала, отвернулся, но всё же её белоснежное и нежнее бельё успело зацепить мой взгляд. Девушка потянулась к рубашке и вопросительно посмотрела на меня. А ты чего не раздеваешься? Ну, разумеется, о том, что на мне нет трусов, я вспомню только сейчас. Ну, не хочу тебя смущать. То есть она этой хуйни не заметит в спальнике, да? Произнёс я, с трудом отворачиваясь, чтобы не видеть, как девушка снимает рубашку. Я не был уверен, есть ли на ней бюстгальстер... Бюстгальст, блять, сука. Бюстгальтер, поэтому боялся вновь посмотреть на Славя. Брось, Сёма, все свои, к тому же тут темно. Да, я в брюках лягу. Ты как будто боишься меня. Хочешь в брюках, давай в брюках, но так ты запаришься. Хочешь, я закрою глаза. Девушка, вздохнув, легла и повернулась к стенке. Свободная часть спальника приглашающая была открыта. Ладно. Пробормотал я, неуверенно расстегнув рубашку, избавившись от неё. А потом, помедлив, снял и... снял и брюки. Я торопливо залез в спальник, ложась к Славе спиной. Спальник действительно оказался достаточно вместительным для нас обоих. Видимо, по своей задумке, он был двухместным. Так-то лучше. Спокойной ночи, Сёма. И тебе спокойной ночи. Улыбнувшись, произнёс я. Чувствуя спину и тепло её тела, я закрыл глаза. Вспоминая всё, что произошло за сегодняшний непростой день, я быстро задремал, и последней моей мыслью была надежда на то, что я не помешаю пионерке своим храпом. История одного неудачника, день седьмой. Мне снился сон. Приятный сон, навеянный присутствием Славе столь близко со мной. В моём сне вечер закончился иначе, и у нашего заползания в палатку после ужина было приятное продолжение. Слишком приятное, чтобы оно было правдой, но всего приятного есть свой конец. И к худой или к добру концом стал... Толик? Чего, блядь? Влезающий в нашу палатку именно тогда, когда мы хотели перейти от поцелуев и обниманий к самому интересному. Я резко открыл глаза, обнаружив, что я в той же палатке только совсем один. Славе не было рядом. Впрочем, оно же и к лучшему. А то было бы неловко скрывать от неё своё остреннее возбуждение. Блядь, полагаю, она и так уже заметила. Протеряв глаза, я обнаружил свои высокшие после вчерашних купаний тросы. Заботливо занесённые Славей в палатку. Чёрт! Значит, она знает, что я... Пронеслась ужасающая меня мысль в моём сознании. Я подумал о том, как же сложно будет теперь смотреть ей в глаза. Но поправить уже ничего было нельзя. Я оделся и пополз к открытому Славей выходу из палатки, в которой вместе со свежим утренним воздухом пробивались солнечные лучи. Оказавшись на улице, я сразу зажмурился от слишком яркого света. Понял, что уже не раннее утро. Судя по всему, я проспал достаточно долго, несмотря на то, что моим фантазиям помешал Толян. Солнце уже светило вовсю, и я почувствовал, что в пионерской форме мне жарковато. Но где же Славя? Как давно она проснулась? В нашем лагере пионерки не оказалось, и я подумал, что, возможно, она купается. Значит, следует поискать её на берегу. А где она эту фигню нарыла? Я оказался прав. Девушка оказалась на пляже. Но она не купалась, а занималась тем, что кидала в реку камешки, и пытаясь сделать так, чтобы они несколько раз подскочили на поверхности воды. Девушке, по-видимому, было тоже жарко, и она была одета не в пионерскую форму, а в коротенькую майку и трусики, которые мне вчера уже довелось увидеть. Я сглотнул, почувствовав, что когда Славя в таком облачении, мне будет сложнее держать себя в руках рядом с ней. Тяга к девушке во мне только росла. Если сравнивать с прошлым днём, который был полон неловких моментов, сблизивших нас, а чего стоила ночёвка в одной палатке в одном спальнике? О, Сюма, доброе утро. Хорошо выспался? Увидев меня, пионерка улыбнулась, и я подошёл к ней ближе, стараясь не слишком пялиться. Привет. Да, спал как убитый, а ты давно встала? Пару часиков назад. Я решил не спрашивать, чем занималась девушка всё это время. Хотя мне было интересно, как она провела утро. Я задумчиво посмотрел на горку камешков на песке. И чё это ты это делаешь? Камешки кидаю, пытаюсь сделать так, чтобы они прыгали по воде. Хочешь попробовать? Эээээ, ну давай. Согласился я и нагнулся за камешком. Повернувшись к реке, я замахнулся и со всей силы запустил его в воду. После одного единственного большого плюха, камень скрылся под водой где-то вдалеке. Девушка заржала и тоже взяла камешек. Ты немного не так делаешь, смотри. Блять, он просто тупой. Никогда жабки не бросал. Она продемонстрировала мне камень в руке, расположив указательный палец на его ребре. Плоские стороны она держала большим пальцем с другой стороны. И среди... С одной... Блять. Плоские стороны она держала большим пальцем с одной стороны и средним с другой. После этого она повернулась к реке и аккуратно пустила его в полёт, кручённым броском сбоку. Камешек четыре раза ударился об воду, отскакивая от неё и продолжая путь, а после этого утонул. Чего, блин? Это вообще как-то неудачно. Ого! Да ты мастер! Да нет, ты тоже попрактикуйся и даже лучше получится. Блин. У меня, по-моему, рекорд был что-то 21 раз, по-моему. Кажется, если я не ошибаюсь. Конечно, можете считать, что я напиздил, но нет. Но в целом где-то в районе 10-15 это было вообще нормой. Я кивнул и взял в камешек так, как это делала. Славя попробовал повторить её манёвры. У меня получилось два отскока. Со следующей попытки было уже три. Ого, у тебя начинает получаться. Давай сыграем в кто больше блинчиков пустит. Аааа, это блинчиками у них называется. Ну ладно. Я догадался, что под блинчиками имеются в виду плоские камни и бросание их в реку. Стало быть, пионерка предлагала посоревноваться. Я никогда не любил соревнования любого типа, но как я мог отказать этой очаровательной девушке? Надеюсь, он ей голову камнем не расшибёт. Давай, просто на интерес? Давай лучше на желание. Предложила она. Играть во что-то на желание я не любил ещё больше, но с другой стороны. А чё бы нет, а? Вряд ли она сможет загадать мне что-то позорное или невыполнимое на этом острове. Да и не станет, наверное. Ну а если победа будет за мной? У меня возникла сразу масса желаний, которые чисто теоретически можно было бы загадать. Но не все они... Но все они были до жути пошлыми. И вряд ли я осмелюсь озвучить это пионерке. К тому же не стоило портить наши с ней хорошие отношения. Ну, давай. Согласился я. Мы условились сделать по три попытки. Тот, кто совершит лучший бросок, исполнит желание любого. Другого. Думаю, было с самого начала понятно, кто победит. Моим рекордом было четыре отскока камня от воды. И я испытал гордость, что нагнал Славио. Но сама она ушла далеко вперёд. Достигнула впечатляющего результата в шесть отскоков. Только его впечатляет. Ты победила. Ну что, какое будет твоё желание? Она подумала немного и усмехнулась. Извини, пока не придумала. Давай потом. Я согласился. В животе заурчала и девушка виновата посмотрела на меня. Ой, Сёма, извини. Ты тут голодная стоишь, а я пристаю к тебе со своими камушками и играми. Глупость и всё это. Здорово сыграли. И я рад, что чему-то научился. Успокоил её я. Последней девушке определённо было приятно слышать. Насколько я помнил, она говорила мне, что хочет стать учительницей. Даже пионерке польстило, что я в каком-то смысле стал её учеником. Я тебя многому научить могу, если захочешь. А погнали, шаловливая сука. Отозвалась девушка покраснёв. Мои мысли, конечно, сразу ушли не в то русло. Давайте будем честны друг с другом. Готовить, например. Блядь. Только вряд ли тут у нас будет большой ассортимент блюд. Она вспомнила, что я голоден и снова виновата улыбнулась. Я тут яблок нашла. Ими можно позавтракать. Я пойду чай поставлю. Вот, держи. Догоняй. В развитии разве что. Девушка протянула мне зубной порошок и пошла в лагерь. Я задумчиво посмотрел на зубной порошок и принял решение почистить зубы пальцем. Свои принадлежности для умываний, в том числе зубную щётку, я благополучно оставил тогда в столовой, отправившись утешать Славио. Почистив зубы, умывшись в реке и взбодрившись, я поспешил за Славей. Яблоками, конечно, не наешься, но это лучше, чем ничего. А потом можно будет отправляться на рыбалку, чтобы раздобыть нам что-нибудь на обед. Вернувшись в лагерь, я заметил висящую на кусте юбку. Конечно, такой объект не мог остаться без моего внимания, поэтому Славио кипятящее, воду для чая напряглась. Семён, если я тебя в таком виде смущаю, я могу одеться. Да не, не смущаешь, немного оно это того... Блять, ебанутые вопросы. Не, ни в коем случае! Выпылил я и замялся, не зная, чё добавить, чтобы моя реплика не казалась девушке такой странной. Не беспокойся обо мне! Девушка рассмеялась, вскоре чай был готов, и мы сидели на вытащенной из палатки пенке перед костром. Славя угостила меня яблоками, которые она нашла на острове. Они были сочные и сладкие. Меня посетила мысль, что эдомовые яблоки по вкусу, наверное, были такими же. Интересно, а что ещё хранит для нас этот остров? Мы допили чай и сидели, глядя на огонь. Девушка рассказывала мне о своей семье, о своём брате, сестрёнке, родителях. Упомянула ей пару забавных случаев из школы. Но когда очередь дошла до меня, я замёлся. Неужели тебе совсем нечего мне поведать? Да нет, наоборот, очень много всего. Только ты меня после этого сумасшедшим считать будешь. Ну, не знаю. В моей жизни было мало запоминающихся моментов. До встречи с тобой. Девушка взглянула на меня с лукавой улыбкой. Похоже, ей понравилось, что я продолжаю делать ей комплименты. Да они все это любят. Да блин, в принципе, кто не любит комплименты? Сёма, ты прямо красный как рак, запарежься, бедный. Сними форму, не стесняйся. Чё, я... Да и... Нет, я не из-за этого. Выпалил я, чувствуя, что дышать становится тяжело. Либо из-за пионерского галстука, который я туговато затянула, либо от смущения за собственные слова. А в палатке-то разделся. Засмеялась Славе искренне, без какого-либо упрёка в мою сторону. Я покраснел ещё гуще и поспешил освободиться от галстука, поскольку его хватка на моей шее была уже невыносима. Молодец, и рубашку тоже снимаю, и тебе полезно позагорать. А вот до какой степени она его заставит раздеться, узнаем уже в следующий раз. А на этом сегодня всё, так что всем спасибо за просмотр, и всем пока! Субтитры подогнал «Симон»